Здравствуйте! В эфире новости губернии. В студии Олег Зверев. И в начале выпуска коротко о главных темах этого дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И реализуется целый ряд крупных церковно-общественных проектов, направленных на пропаганду традиционных ценностей. Одна из главных программ – святость материнства в поддержку семьи и детства. Сегодня Самарская область стала 20-м регионом страны, который присоединился к этому движению. В ближайшее время будет реализован целый комплекс мероприятий в рамках этой программы. Подробности в нашем сюжете. Они привозят в Россию православные святыни со всего мира, организуют общенациональные крестные ходы и занимаются пропагандой традиционных ценностей, на которых веками опиралось российское общество. Фонд Святого Андрея Первозванного уже больше 20 лет работает ради сохранения культурных и духовных основ жизни. По инициативе фонда был создан Центр национальной славы, а сегодня филиал фонда и центра начал работать в Самаре. В церемонии открытия приняли участие председатель попечительского совета фонда президент РЖД Владимир Якунин и Николай Меркушкин. И их супруги Наталья Викторовна и Таисия Степановна. Хороший пример для молодого поколения. Когда фонд переводит великие святыния, когда фонд говорит о воспитании и действиях, воспитании молодежи, когда фонд поднимает вопрос святости материнства и ответственности отцовства, особенно в наших условиях демографических проблем. Это столь важно и столь важно сегодня не только с демографией, а и с защитой тех ценностей, традиционных ценностей, христианских ценностей, традиционных ценностей нашей страны, от которых невозможно отступиться, на которых зиждется наша земля. Это все будет уже разворачиваться здесь руками вас самих, ваших друзей, ваших детей. Да, это все те морально-духовные ценности, без которых нормально наша страна, наше общество жить не может. И то, что сегодня у нас будет открыт филиал, и понятно, что эта работа будет вестись более энергично, более активно, это только будет давать плюс нашим людям, особенно подрастающим поколениям. Фонд Андрея Первозванного организует доставку благодатного огня из Иерусалима. Привозил в Самару поезд Богородицы, содействовал установке памятника святым покровителям супружества Петру и Февронии Муромским. Крепкая многодетная семья – такова идеология Всероссийской программы фонда, которая называется «Святость материнства», которая работает уже в 19 регионах России, Самара стала 20-м. Если мы не скромим народ, мы потеряем государство. И я думаю, что сегодня мы должны все осознать, что все здоровье и силы включится в процесс не быть равнодушным. Прежде всего, дети. Самарская область присоединяется к программе «Святость материнства» официально. Соглашение о сотрудничестве подписывают Николай Меркушкин и председатель попечительского совета программы Наталья Якунина. Задача Всероссийского движения не просто пропаганда семейных ценностей. Одно из важнейших направлений – миссия «Ты не одна» – помощь одиноким беременным женщинам, благодаря которой удалось спасти от абортов десятки тысяч младенцев. Тот результат, который нам удалось достичь в 19 регионах, с которыми мы в настоящий момент сотрудничаем, оборожается в тысячах сохраненных жизней. И мне бы очень хотелось, чтобы наша программа поспособствовала бы преумножению населения в Самарской губернии. Так что будем работать вместе. Это наша главная задача. Да. И Самарская область готова оказать самую существенную поддержку людям, которые, несмотря на все трудности, пошли на то, чтобы создавать многодетные семьи. В ближайшее время они получат жилье. Мы сейчас над этой программой тоже очень активно работаем. Мы в этом году, буквально в ближайший месяц-полтора, все многодетные абсолютно получат жилье. Улучшить свои жилочные условия, чтобы можно было нормально жить, а у нас была проблема. С этим даже у нас были семьи, у которых 9 детей, они не имели жилья. И вот подобного рода вещи, связанные с укреплением семьи, они, конечно, для нас очень важны. И до конца года все дети смогут стать воспитанниками детского сада. В 2014 году в регионе будут построены 20 дошкольных заведений. Одно из них в городе Кенель создавали совместно. Областное правительство и Куйбышевская железная дорога. На днях он принял своих воспитанников. И вот работу принимает руководство предприятия. По оценке Владимира Якунина, это не просто успешно реализованный проект, а один из самых современных детских садов в России. Олег Зверев, Вячеслав Потоцкий, Алексей Вельмискин. Новости губернии. И сегодня же в областном правительстве обсудили конкретные проекты, которые регион будет реализовывать совместно с фондом Андрея Первозванного. За круглым столом собрались общественники и руководители профильных ведомств. Самара изучит опыт работы по поддержке материнства, детства, межэтнического мира в других субъектах. И поделится своим. Напомню, в области работает служба семьи, материнства и детства. Реализуется целый ряд инициатив главы региона. Жители получают 27 различных видов социальных выплат. Мы сегодня обсуждаем вот эти самые насущные проблемы, связанные с демографическим развитием территории Самарской области, с сопровождением многодетных семей. Сегодня губернатор рассматривает эту работу как одну из приоритетных для себя и для правительства Самарской области. К другим темам. С бывшего водителя Олега Дергилева сняты все обвинения. Напомню, Андрея Читалова подозревали в убийстве известного бизнесмена. По версии следствия, «Мерседес» владельца сети алкогольных магазинов остановила группа неизвестных в камуфляже и масках. Дергилева и его водителя связали, автомобиль отогнали в лесопосадку. Там коммерсанта застрелили, после этого нападавшие скрылись. Водитель остался жив, и именно он стал главным подозреваемым. Но теперь эта версия признана несостоятельной. Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются все обстоятельства преступления. В деле на данный момент фигурирует пять обвиняемых. Все они являются соисполнителями преступления, предусмотренного статьей 105. В отношении четырех обвиняемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один из обвиняемых находится в розыске. Участники преступного сообщества пристанут перед судом по подозрению в организации наркокартеля, который действовал в Самарской и Оренбургской областях. Теперь уже фигуранты уголовного дела впервые попали в поле зрения силовиков в сентябре 2011 года. При этом, чтобы избежать наказания, организаторы криминального бизнеса переехали из 63 региона в соседние. Заодно расширили географию сбыта. Следствию по делу шло около полутора лет. В настоящий момент задержано 11 человек. В настоящее время большинство из них ожидает приговора суда в следственном изоляторе. Один находится в розыске. Было доказано 35 эпизодов преступной деятельности обвиняемых. У них изъято около 6 килограммов героина. Остались без горячей воды за чужие долги. Жители 10 домов в общей сложности свыше 2000 человек в Кировском промышленном и советском районах Самары полтора месяца с переменным успехом пытаются добиться справедливости или хотя бы перерасчета. Раз услуги нет, то и платить не за что. А тем временем в коммунальной истории новый поворот. В отношении компании, которая обслуживает котельные, возбуждено уголовное дело по статье самоуправства. В ситуации разбиралась Татьяна Пудова. Вода у нас ведется ледяная, уже не холодная на самом деле. Никакие рамки не лень. Вот и по-талли. И так уже 6 недель. Чтобы элементарно вымыть руки, здесь целая система. Воду греем вот кастрюльками. Не по одной, по четыре. Чайник электрический. Электроэнергии нагорело много. Кто за нее платить, будет непонятно. За что мы платим по квитанции, тоже непонятно. Воды нет. У меня маленький ребенок, 5 лет, которого после песочницы просто помыть не могу. Потому что в тазиках это гоняем грязь, грубо говоря. А такая история в трех районах города. Кировском, промышленном и советском. При этом по счетам люди исправно платят. В администрацию звоним и на прием приходим. Обещают, но все остается на месте. Жилкомиссия была. Они выслушали нас, развернулись и ушли. Терпели, жаловались, ходили по инстанциям, а в итоге, оказалось, страдают за чужие долги. Компания «Коммунэнерго», она обслуживает котельные, не доплатила поставщику «Газпром Межрегионгаз» свыше 32 миллионов рублей. В итоге, ресурсоснабжающая организация приняла меры и прекратила подачу газа в две котельные. Еще две отключила уже «Коммунэнерго». На каком основании, не говорят. Не смогу рассказать, пока, говорится, информации у меня нет по ним. Через недельку наберите, возможно, расскажем. Молчать о проблеме долга вряд ли получится. В отношении ЗАО «Коммунэнерго» возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство». Нарушение установленных требований не уведомило управляющей компанией о предстоящем отключении. Таким образом, нарушило порядок ограничений и прекращения подачи ресурсов потребителям. В результате, до настоящего времени, свыше 2000 человек не обеспечены горячей водой. А сами жители намерены судиться еще и за управляющими компаниями и требовать перерасчета за блага цивилизации, которых не видели уже полтора месяца. Татьяна Подова, Егор Майоров, Новости губерния. В Самаре временно ограничат движение транспорта на Московском шоссе. В ночь с 3 на 4 июля в районе улиц 22-го портсъезда и Жигулевской с 11 вечера будет закрыта правая полоса на выезд из города. На этом участке начнется ремонт подземного пешеходного перехода. Движение в обычном режиме планируют возобновить с 1 сентября. Работа проводится в рамках масштабной реконструкции Московского шоссе. В Новокубышевске прошли праймерис. Предварительное внутрипартийное голосование определит кандидата от Единой России на выборах губернатора 14 сентября. Всего 5 претендентов, но, как подчеркивают в рекотделении партии, они не соперники, а соратники. Поэтому и лучшие предложения из программы каждого в итоге войдут в одну общую концепцию. На встрече говорили о перспективах развития области и о проблемах. Анна Архипова подробнее. Не время почивать на лаврах. Богатое наследство, а именно нефтехимические и авиационные предприятия, передавая систему мелиорации, да и в целом развитые сельхозпроизводства, доставшиеся 63-му региону от советского периода, растрачено. С первых минут встречи с однопартийцами руководитель Самарской области указал на болевые точки в экономике. Настала пора созидания. Те деньги, которые мы сейчас вкладываем в развитие, в бюджете нашем, при дефицитном уже бюджете, нам надо 50 лет, чтобы выйти на уровень сегодняшнего Татарстана. Только в силу они в годы реализации нацпроекта вложили 128 миллиардов рублей. Мы вложили 8. Нужен дополнительный ресурс. В настоящее время при решении насущных вопросов, таких как оснащение больниц, жилье молодым и ветеранам, подготовка квалифицированных кадров, без помощи федерального центра не обойтись, подчеркнул Николай Меркушкин. В ходе обсуждения предвыборной программы участники встречи затронули проблему дефицита врачей узкой практики. Глава региона отметил, за последние полгода общими силами удалось остановить отток медиков из сельской местности. В профильном университете ведется набор целевой группы, после выпуска студента которой, согласно контракту, обязаны отработать по распределению минимум 5 лет. Расходы на подготовку этих специалистов полностью берет на себя область. Подобная мера, по мнению главы региона, позволит в ближайшие 5 лет решить зреющие долгие годы проблемам. Не оставили без внимания и квартирный вопрос. В области действует программа расселения аварийного жилья, но в нее входят только здания признанные аварийными до 1 января 2012 года. Вот как планируете поступить с теми домами, которые были признаны ветками после этого? Будем внимательно смотреть, если это будет аварийно, и, конечно, мы будем делать все, чтобы программа в стране до 2017 года максимально учесть и тех, у которых позже это определено жилье как аварийное. Аварийное, я еще раз хочу сказать. Для того, чтобы обещания стали реальностью, регион развивался по намеченному курсу. Необходима поддержка жителей, неоднократно подчеркивал Николай Меркушкин. Грядущие выборы должны объединить усилия власти и общества. От населения ждут активного участия. Их гражданская позиция должна добавить Самарской области политический вес. И по большому счету, главная причина, почему, еще раз хочу сказать, я решил пойти на выборы, для того, чтобы как можно быстрее показать, что мы стали другими. Как можно быстрее, а не ждать 2017 года. После полуторачасового диалога участники встречи выбрали кандидата на должность губернатора Самарской области от «Единой России». Итоги тайного голосования подведут 4 июля на внеочередной региональной партийной конференции. Анна Архипова, Александр Дудко, Новости губернии, Новокуйбышевск. Коллектив ЦСКБ «Прогресс» поддержал Николая Меркушкина в решении участвовать в выборах губернатора Самарской области. К такому решению пришли единогласно на сегодняшнем собрании сотрудников. Отмечу, что ЦСКБ «Прогресс» было первым предприятием, которое посетил в начале своей работы в регионе Николай Меркушкин. Да, сегодня он нас поддерживает всячески и в проекте суперносители супертяжелого класса. И мы эту поддержку не только ощущаем, а мы постоянно слышим его напоминания. А вы как? С каким проектом? Какие новые там решения? Поэтому я предлагаю от нашего коллектива выдвинуть Николая Ивановича на эти выборы в качестве соискателя на должность губернатора нашей области. Бизнес-решение доверяют школьникам. В Тольятти для этого открыли целый наноград. Так называется Всероссийская летняя школа. Участие в разработке проектов для реальных предприятий примут 350 человек, половина из которых хоть и одаренные, но все-таки еще дети. А взрослым у них уже есть чему поучиться. Ирина Грумеза в этом теперь не сомневается. Кочующий наноград собрал в Тольятти жителей 15 регионов страны. Ключевая идея этого года – развитие отечественного автомобилестроения. Символ – квадратное колесо. Софья Семененко, победительница школьных конкурсов и олимпиад, приехала сюда из Крыма и готовится совершать прорывы в машиностроительной отрасли. Говорит, хочет получать знания, которые помогут в развитии родного края. Крымский полуостров больше на сельское хозяйство. Ориентирован. Там все природные условия, климаты, все сопутствуют только этому. А вот что-то хочется такое внести, чтобы Крым стал одним из промышленных центров России. Задачу школьникам предстоит решать не из учебников. Реальные бизнес-кейсы для них приготовили промышленные предприятия. В этом году большая часть проекта связана с выводом на рынок новых высокотехнологичных продуктов. Идеи, высказанные во время обучения в школе «Наноград», ложатся в основу организационных решений компаний. Энергия молодых часто находит ответ там, где напрасно бьются скованные стереотипами взрослые умы, говорят организаторы. В прошлом году ко мне подошел шестиклассник с проблемой, которую никак не мог решить. Ему нужны квантовые точки. И вот я уверен, что тут большинство не очень представляет себе, что это такое. А вот он обеспокоен тем, что он не может их достать для своих опытов и проектов. Это меняется структура общества, меняется структура молодежи. И мы, собственно говоря, тогда обретаем все основания рассчитывать на успех и инновационной политики, и экономической, и социально-экономической политики. По словам авторов Идеи, подобная летняя школа – это долгосрочная инвестиция в человеческий потенциал. А в этом году еще одна точка соприкосновения в сотрудничестве между 63-м регионом и компанией «Роснано». Наше сотрудничество развивается очень активно, несмотря на то, что мы его начали не так давно. Есть несколько крупных проектов, которые мы сейчас обсуждаем, и уже с нашим бизнесом. И мы рассматриваемся как площадка для базирования нескольких проектов «Роснано», в том числе очень интересных для нашего региона. Мы развиваем сотрудничество в области образовательных программ. В Нанаграде будет работать академия, где школьники сами проложат свой образовательный маршрут, выбирая интересные им лекции, мастерские, дискуссии, круглые столы и деловые игры. Ирина Грумеза, Борис Кислицын, Новости губерний, Тольятти. Второй шанс или лечение от наркотической зависимости через исцеление души – нестандартный, но эффективный метод – предложили тольяттинские врачи. Реабилитационный центр по типу общины не секта, а вполне легальные медучреждения, правда, со своими особенностями. За чертой города, вдали от соблазнов, в небольшом поселении пациенты учатся жить заново. Татьяна Пудова о тех, у кого это получилось. Он не прячет лицо от камеры, но просит не называть его имени. Больше 20 лет мужчина принимал наркотики. Жизнь в центре «Воскресенье» дала второй шанс и надежду, что еще не поздно все исправить. Вдали от городской суеты он ухаживает за лошадьми и строит планы. Я сам пришел к этому, потому что я знаю, что здесь мне помогут обрести опять трезвость, что значит вернуть потерянную семью. Наркомания – это болезнь чувств, когда ты не умеешь справляться со своими проблемами. Их истории, похоже, не смог найти работу, покатился по наклону и вел разгульный образ жизни, начал употреблять наркотики. Здесь они живут бок о бок с врачами и психологами, проходят курс лечения и реабилитации. Подобных центров в России около 500, но работают они по-разному. За 17 лет в поселке Федоровка прошло реабилитацию почти тысячи пациентов. У меня есть несколько, я просто не буду называть примеров, когда здесь люди знакомились в реабилитационном центре, и сейчас они уже 15, 16, 12 лет живут вместе, у них уже семьи, у них уже по двое, по трое детей. Понимаете, вот это реабилитация, это возвращение человека в социум. Сейчас рост числа смертей от употребления наркотиков в России остановлен, но о его сокращении говорить пока рано, говорят в федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. По оценкам ведомства, в страну в год ввозят около 30 тонн высококонцентрированного героина, что превышает 100 миллионов разовых доз. А еще настоящий бич 21 века, синтетические наркотики, курительные смеси, так называемые спайсы. Но больше становится и тех, кто приходит сюда осознанно, самостоятельно, чтобы пройти лечение и начать все сначала. В любой момент пациент может прервать лечение. Пациент ударяет в колокол, говорит, что я объявляю 48 часов, объявляет причины, почему он прерывает лечение. Это обсуждается на общем собрании. Иногда, наверное, в процессе реабилитации у каждого пациента проходит это и два, и три раза, когда они ударяют в колокол, объявляют 48 часов, а потом все-таки остаются. В такой общине живут полгода. В центре отслеживают историю каждого после выписки. Больше половины пациентов после курса реабилитации начинают совсем другую жизнь, которая зачастую обретает для них новый смысл. Татьяна Пудова, Александр Дудко, новости губернии Тольятти. Инновационный проект предлагает реализовать фермер из села с символичным названием Сколково, Кенельского района. Биотехнологии клонирования позволят вырастить посадочный материал, более устойчивый к погодным условиям и болезням. При этом ягода останется натуральной. Как и для чего собираются выращивать ученую лозу, узнал Сергей Павлов. К клонированию создаводческих растений многие относятся со скепсисом, опасаясь, что в итоге ученые создадут ГМО. Это вовсе не так. При микроклональном размножении клетка делится естественным путем, только в больших масштабах. При этом росток еще в стадии развития получает крепкую броню от болезней и вредителей. Меристемную ткань выращивают, потом помещают на питательную среду на определенную, из нее выращивается маленькое растение, а потом уже его черенкуют на растение дальше. Для агронома Елены Щелковой клонирование не пустой звук, а тема будущей диссертации. Площадка для экспериментов выбрала фермерское хозяйство Виктора Климанова. Не случайно. Опытный виноградарь недавно сам полез на научный рожон. Решил из крохотных клонов получать здоровую и урожайную солнечную ягоду. Экспланты пересаживают в кассеты, ставят в защищенную среду. После адаптации новые растения высаживают в теплицу, а затем в открытый грунт. Растет клон, как князь Гведон. Не по дням, а по часам. Например, этому побегу всего два месяца. Такой темп роста у этого винограда сорта Юлиан. Он не то что растет хорошо, но у него исключительно вкусовые качества ягод. Он вирусами не болеет, это уже генетически. А точно так же и к нему он устойчив к грибным болезням. Почему так? Это наука. Просто освободили растения от вирусных заболеваний. И оно растет. Пока в скромной теплице на 50 квадратных метрах находятся 3,5 тысячи саженцев. Ими можно засадить 3 гектара плантаций. А можно и в сотни раз больше. Мечта фермера – открыть собственную лабораторию по клонированию. Проект сейчас рассматривается на областном уровне. И не исключено, что в ближайшее время сможет получить господдержку. Сергей Павлов, Михаил Смирнов. Новости губернии. Кенильский район. Таковы основные новости этого дня. До свидания. 2 июля жители Самарского региона ожидает сухая солнечная погода. Ночью плюс 18-22. Днем столбик термометра покажет 28-30 выше нуля. На севере и западе региона 28 со знаком «плюс». На востоке и юге плюс 30 градусов. Ночью в Самаре плюс 16-18. Днем в столице региона Итальяти ясно. 28-30 тепла и легкий северо-западный ветер. Редактор субтитров А.Семкин